Как показал прошедший прямой эфир с главой Карачаева Черкесии, одними из самых актуальных и волнующих населения вопросов являются проблемы, связанные с дошкольным образованием. Надо сказать, что это не является особенностью именно нашей республики. Мест в детских садах не хватает по всей стране. Причем так было еще до того, как правительство решило стимулировать рождаемость посредством материнского капитала. 7 мая прошлого года президент Путин подписал указ, согласно которому к 1 января 2016 года должна быть достигнута стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Я вам откровенно скажу, этим вопросом мы начали заниматься в 2011 году. В 2011 году мы как приоритет для себя поставили строительство детских садов и ликвидацию очередности детских садов. Для нас это приоритетная задача сегодня в каждом муниципальном районе, в каждом городе идет строительство детских садов. Детские сады строятся, вводятся в эксплуатацию, однако в связи с увеличением рождаемости и притоком граждан в Черкесск из населенных пунктов очередь сокращается не так быстро, как хотелось бы. На примере республиканской столицы картина в цифрах выглядит так. В Черкесске функционирует 19 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, включая два детских сада, введенных в эксплуатацию в этом году. Всего в них воспитывается 4473 ребенка. У комплектованность составляет 109%. При этом в очереди на сегодняшний день на учете состоит 4891 ребенок. Мама одного из них дозвонилась в прямой эфир с актуальным вопросом к главе республики. Уважаемый Рашид Борис Билевич, у меня наболевшая проблема. Я не могу выйти на работу по той причине, что не могу устроить своего ребенка в детский садик. Насколько мне известно, что несмотря на то, что говорят, что садики переполнены, к примеру, в садике 37-м полет с сентября текущего года младшую группу посещают только 3 детей. Ну вот в связи с этим у меня вопрос. Может ли руководство республики инициировать проверку в детских садах Черкеска, ну чтобы выявить реальное положение вещей по данному вопросу? Спасибо, Марина, за вопрос. Ну, во-первых, я вот сейчас попрошу Русана Ильича Тамбива, чтобы он вас принял и разобрался именно по вашей проблеме, по вашему вопросу. Но что касается проверки детских садов города Черкеска, то такую проверку мэр города инициировал сам. Мы с ним об этом говорили. На самом деле есть вопросы. И в принципе в среднем получается так, что в среднем по республике порядка 60% реально посещают детские сады. Как показали проверки в детских садах города Черкеска, а также в районах республики, посещаемость дошкольных образовательных учреждений действительно на сегодняшний день составляет 70%. Исполняющая обязанности министра образования и науки КЧР Светлана Хабчаева на специально организованном по этому поводу брифинге заявила три основные причины сложившейся ситуации. Бесконтрольность со стороны собственного министерства, безответственность родителей, лишающих своих детей конституционного права на дошкольное образование и незаинтересованность посещаемости работников самих детских садов. Наверное, будут какие-то применяться меры как к заведующим, так и к воспитателям, которые просто на сегодняшний день занимаются отговорками. Говорят, что по уважительным причинам, допустим, по болезни дети не посещают. Но я бы хотела возразить, болезнь – это один из показателей. Чем меньше дети болеют в садике, тем лучше оказываемые услуги. Поэтому надо стараться, чтобы дети меньше болели. Если какие-то, значит, родители недопонимают, наверное, надо вести разъяснительную работу и с родителями. Разъяснительная работа не так эффективна, как санкции. Однако нет такого закона, который позволяет отчислить ребенка из детского сада за непосещаемость. В этой связи, оценив реальное положение дел, Комиссией Управления образования города Черкеска принято решение доукомплектовать дошкольные образовательные учреждения города на 250 детей. На минувшей неделе в мэрии республиканской столицы выдавали путевки в детские сады города. Честно говоря, представить себе ситуацию, когда тебе звонят и говорят, придите за путевкой в сад для вашего ребенка, еще несколько лет назад было сложно себе представить. Сегодня я стала реальностью. Причем я не оббивала пороги мэрии, может быть, в отличие от многих. Даже не интересовалась судьбой этой самой путевки, потому что была уверена на 100%, что мест нет. Ну, поскольку слухи таковы. Но сегодня это был неожиданный такой сюрприз. Вчера позвонили, сегодня путевку получили. Нам дали садик новый, это солнышко, при 11-й средней общеобразовательной школе города Черкеска. Я очень довольна, потому что садик новый, и я уверена, что он будет на 100% отвечать всем современным стандартам. Среди 106 довольных мам в этот день оказалась и та самая Эльвира Теунаева, которая дозвонилась в прямой эфир с главой республики. В очереди мы с дня рождения стояли, но так получалось, что нам не давали у садика. В итоге проблему мою решили и вызвали нас, путевку выдают. Я не знаю, связано это с моим звонком, либо это действительно очередь наша подошла, я не знаю. Но именно все произошло после моего звонка. 6-го числа ко мне на дом приехали из Горано и попросили подойти в мэрию, написать заявление. Даже приехали на дом, не позвонили? Ну, как женщина сказала, мы звонили вам неоднократно, но вы не поднимали трубку. У меня есть такое, что я не беру трубку с незнакомых номеров. Возможно, мне и звонили. До кого-то невозможно дозвониться, кто-то сменил адрес места жительства или вовсе выехал за пределы республики. У специалистов Управления образования, решающих проблемы родителей, возникают собственные по уточнению данных и внесению корректировок в систему электронный детский сад, запущенную в декабре прошлого года. 5 ноября распоряжением мэра Черкеска Руслана Тамбеева была создана специальная комиссия по проверке и уточнению электронной очереди по предоставлению муниципальной услуги электронный детский сад. Сейчас эта комиссия работает. Может быть, уже кто-то в курсе из вас знает, что ходят так же, обзванивают по телефонам, ходят по домам, если не отвечают телефонам. То есть, чтобы привести вот эту систему в соответствии, чтобы облегчить работу. Есть ли какие-то, у вас происходят изменения, просьба сразу информировать. Конкретно по телефону 25 32 52. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.